Добрый вечер дорогие друзья, с вами снова Алан Зар. Сегодня мы с вами продолжаем нашу морскую одиссею, прохождение игры Британик Хранитель Средиземноморья. В прошлый раз мы проходили с вами данную игру в режиме затопления с открытой камерой. Сегодня же мы будем с вами делать прохождение в режиме пассажира, который пытается спастись с этого обреченного судна за каких-то 15-20 минут до полного погружения лайнера на дно моря. Это у меня будет своего рода бонусное прохождение, оно у меня не планировалось, но учитывая, что нам еще неделю-полтары придется ждать до окончательного выхода альфа-демо-версии игры Титаник Честислава, нужно чем-то занимать свои мозги после трудного рабочего дня. Ну что ж, я надеюсь, что вы меня поддержите. Если смогу еще что-то дополнить от предыдущего прохождения, я дополню. Если что-то не доскажу, вы можете дополнить это в своих комментариях. Пожалуйста, пишите, я буду рад любым вашим комментариям. Ну что ж, начнем. Так, насколько я помню, этот режим у нас... Так, не вот этот Full Real Time, а вот Sinking, Start and Midpoint. С него и начнем. Получается, здесь примерно где-то 15-20 минут до полного погружения лайнера на дно океана. Ой, извините, море. Так, 8.47. Но уже немножко осталось. Сразу, ребята, скажу, если я не смогу удержаться на палубе, свалюсь в море или еще что-нибудь плохое со мной случится, прошу меня простить. Так, сейчас мы подойдем к носу, посмотрим, какая там ситуация у нас. Ну, здесь видно, что уже шлюпки некоторые спустили вниз. Так, ну-ка, бегом-бегом, посмотрим, что у нас там творится. А ну-ка, давайте-ка отсюда глянем. Ну да, уже все, постепенно начинает набираться вода. Ну, где-то у нас минут 15 от силы есть в запасе. Ну, здесь пока более-менее спокойно. Но у меня чувство, ребята, что нам уже надо потихоньку двигаться, короче, мне что-то ужать. Извините за выражение очкова. А то сейчас просто-напросто мы утонем. Кстати говоря, мне подсказали, что здесь есть некий режим, который позволит нам проникнуть прямо внутрь судна. Точнее, это не сам режим, это своего рода баг. Я еще не заходил, не пробовал, но если удастся попасть, я сделаю еще один обзор своего родопрохождения, чтобы окунуться, так скажем, в этот баг с головой. Посмотрим, как получится в дальнейшем. Ну, здесь видно, как качаются все оборванные линии. Да, сейчас реально начнет будить. К сожалению, у нас неполноценная игра, и я не могу просто использовать ни руки, ни ноги, чтобы зацепиться хотя бы маломальски за что-либо. Но, по крайней мере, удастся где-то встать от силы. Ну, тут посмотрите. В принципе, у нас есть и шанс сесть в шлюпку, хотя, по-моему, здесь у нас не будет уже возможности. Как считаете? Нет, уже здесь не будет возможности, потому что уже шлюпку спускают. Жестоко. Нас бросили умирать, ребятушки. Это просто жесть какая-то. Ну, я думаю, отсюда далеко не надо уходить. Как вы думаете, где можно, в принципе, здесь найти спасение? Как считаете? Давайте сразу запланируем место, где мы должны будем упереться до самого, до конца. Так, ну, я думаю, я думаю, я думаю. Учитывая, что лайнер будет уходить под откос с этой стороны, кажется, что все-таки надо как-то спрятаться за вот эту шлюпочку. Ну, в принципе, в крайнем случае, в крайнем... Ой-ой-ой-ой, куда я упал? Жесть, все, ребятушки, я испортил все прохождение. Ну, ладненько, по-моему, давайте-ка быстро-быстро пилить к носу. Так, давайте-ка, давайте-ка, давайте-ка. Еще не все потеряно. Ой, я могу прыгать, я могу прыгать. Нет, мне это не интересно, ребятушки. Я не хочу спасаться. Оставьте меня в покое. Я не хочу попасть под винт. Этого мне еще не хватало. Давайте, давайте, к носу, к носу, к носу. Мальчик, к носу. Попробуем еще раз подняться. Я не думаю, что здесь прямо настолько свободный режим, что можно даже выпасть с палубы вниз. Ну, это жестоко. Так, давай-давай-давай, пили-пили-пили-пили. Ну, реально, над корпусом так хорошо поработали. Прямо краска так нейтрально выглядит. Ну, ладно, все, поехали дальше. Самая главная наша задача – это попасть на борт. Все-таки моей задачей было посмотреть на крушение этого лайнера с кармой. По крайней мере, настолько, насколько это возможно. Но я думаю, что, в принципе, я смогу сюда сейчас забраться, как считаете. Здесь еще не совсем затопило. Я думаю, да, можно, в принципе, забраться. О, забрались. Давайте-ка поднимемся наверх. Все, ребятушки. Прохождение спасено. Без инцидентов. Поднимаемся наверх. Так. Глянем-ка вниз, посмотрим, насколько все плачевно. Ну, да. Потихоньку. Корабль. Так, а вот он потихоньку, вот так, в режиме статичном, даже заметно, как быстро, но склоняет свою голову на дно. Ну, ко дну, правильнее сказать. А, кстати, пока мы тонем, ребятушки, сразу скажу насчет нового штамма Омикрон, да. Ну, сами знаете, он уже постепенно начинает, так скажем, нарастать в нашем государстве. Лично у нас вот в Иркутской в Иркутской области где-то уже порядка 50 человек заразились. Кстати, слышите, как пошли работают, двигатели еще на ходу. Так вот, буквально, я думаю, еще недельки полторы-две и начнется полноценный бум с ковидом. Так что, ребятушки, сразу предупреждаю, если что чувствуете, сразу обращайтесь к врачу, потому что этот штамм, этот вариант гораздо более агрессивный. Чтобы вы имели в виду, сразу первые симптомы температуры лезет, сразу же к врачу, сразу же. Так, так, мы так и не решили, где мы с вами будем спасаться, ребятушки. Но эти шлюки, они не упадут. Хотя, в принципе, вариант есть и здесь, в принципе, я думаю, мы здесь с вами удержимся как-то, нет? Вот здесь. О, все, мы с вами нашли место, где мы будем встречать конец Британика. Ну, ладно. Пока, в принципе, мы на ногах дорожимся. Так что давайте спускаться вниз, двигаться обратно. Я хочу, чтобы получилось немножко драматически. Не просто, чтобы мы тут торчали, стояли, ожидали чего-то. Нужно показать всю драматургию, ребятушки. Конечно, нельзя допустить, чтобы мы совсем уже не смогли на палубе стоять. Но я думаю, до этого не дойдет. Вот на этом уровне, когда стоишь, да, ну, где-то вот между второй и третьей, ой, третьей и четвертой трубой, слышно, как работают поршневые двигатели прямо. Вот, кстати, посмотрите, как эффективно, хотя, черт там эффективно, я так и не понимаю. Ну, здесь, понятное дело, автоматизировано все это дело показано, да, но все равно эти шлюпки спускались, по сути дела, вручную. Поэтому, пока будешь держать один конец, другой надо отпустить, потом другой отпускаешь, этот держишь, ну, немножко неавтунговая системка, честно скажу вам. здесь уже почти что начинает заливать. А прикол, мы попадем прямо под трубу, да, труба на нас рухнет. Может, кто-то делал здесь прохождение, может, кто знает. Мне настанет конец, или все-таки я останусь жив? жив, наверное, останусь все-таки. Господи, а я-то думаю, что это шумит, эта видеокарта у меня так гудит, пипец. Всего лишь симулятор затопления, ну, так гудит, как будто я играю, я не знаю, что там у нас, тени Мордора, или что-то в этом духе. Вот такие игры, которые прямо жрут все ресурсы компьютера. Ну, очень удивительно. Даже тот же Черный Булит, который я до этого играл, тоже довольно подробная, такая, такая жесткая игра, разработанная, тонкая. Ну, и, между прочим, тоже жрущая, потому что там сколько, по-моему, 16, что ли, гигабайт весит только эта игра, если не больше. Но все равно она не так заставляет гудеть этот компьютер, нежели вот эти дымки и, ну, все, что связано с кораблями, более-менее тянет. Ну, сейчас потихоньку будем тануть. Ой, все уже, ребятушки, страшно аж. все хрустит. Здесь это слышится гораздо более агрессивно. Ой-ой-ой-ой, все, ребятушки, мне кажется, надо потихоньку двигаться. Я сомневаюсь, что наш, как их называют, да, как называют вот этих персонажей, которые играют второстепенную роль в играх. Я уже забыл, там, трехбуквенная аббревиатура, я уже все забываю очень быстро. МПС точно забыл. Как я мог забыть-то, пипец. Так вот, вот эти тоже своего рода шлюпочки, да, за них тоже можно цепляться, если что, если вдруг мы окажемся в воде. ну, чувствуется, что уже крен гораздо более жесткий. Вроде все шлюпки уже спустили, да, наши товарищи. да, вроде бы спустили все. Мы теперь чисто голо-наголо преданы судьбе лайнера. Мы уйдем вместе с кораблем. Эх, эх, эх. Ой. На самом деле, смотрите, насколько это все-таки страшно. и на самом деле ты уже начинаешь терять координацию, по сути дела. то есть, немножко чувствуешь себя дискомфортно, когда из-под ног уходит земля или палуба, без разницы, что. Но чувствуешь себя как будто не в своей тарелке. Ну, здесь гудки трубят вот этот самый самый передний гудок уже трубит. Что все, хана. Всем хана. Насколько я помню, первая труба, она не самая первая обломилась, да? тут последовательность немножко иная. Но звуки насколько натуралистичны. между прочим, здесь, когда делаешь прохождение, да, все вот эти звуки, скрежета, палуб, и все вот эти звуки, ну, реально, гораздо более отчетливее слышится. Ну, опять же, как все ломается, как падают там те или иные металлические конструкции и так далее. Ой-ой-ой, ребятушки, набежать надо. Я что-то погорячился, когда решил здесь прогуляться. Надо лезть наверх, пока у нас есть на то возможность. Между прочим, стало тяжелее. Я уже вот так голову делаю. Мне так как-то комфортнее двигаться. Ну-ка, дайте-ка гляну, что там у нас. Все уже постепенно задирает. Ой, аж ушам больно. Вот прикол, если у нас сейчас будет Титаник в доступе, вот так. Это насколько будет страшно. Ну, я понимаю, если бы еще были модельки людей, которые бы тоже, ну, там, присутствовали, да, в затоплении. Вот, кстати, эта штучка скатилась вниз. Ну, заметно, как жестко клянется судно. Ладно, чтобы не испытывать судьбу, ребят, я лучше здесь постою и понаблюдаю за этой красотой. Так я сбился с мысли, кажется, да? Ну, если бы тут было бы кучу народу, все бы бежали, ты бы запинался о них, да, тебе надо лезть наверх, наверх, да? Тут куча народу, все цепляются, пытаются спасти свою шкуру. ну, насколько это, вот даже вот отсюда, если смотришь, да, понимаешь, насколько это эпично. Ну, хорошо, что мы сейчас прибежали, ребят, потому что я уже слабо верю. О, кстати, я тут что-то, надеюсь, с места не поплыву никуда, да? то это будет жестко. Немножко давайте сюда припрусь, чтобы точно никуда не убежать. Если бы я сейчас чуть позже прибежал бы, я думал, я уже скатился бы вниз. Однозначно. Все, о, пошла. Это была, получается, третья труба окомлена, да? Ой, все. Конкретно, ребята. Между прочим, кстати говоря, пока мы ждем, как Вайнер тонет, вспомнил одну, еще одну схожую ситуацию, связанную, ну, так скажем, параллельно идущую с гибелью Титаника, да? И с историей Трои. Есть один автор, Дэвид Гэмбелл, который написал три тома про историю Трои, да? Ну, там, понятное дело, есть одна строчка, где пишется, что Посейдон не любит большие корабли, он ломает их на две части. Вот интересная мысль сразу проскользнула. И почему он именно их ломает на две части, да? Вот интересная мысль. В принципе, Британик тоже поломан был на две части. Ой, ребята, что-то нас трясет. Мы здесь не можем удержаться, да, кажется, все. Нас трясет, у нас эпилепсия началась. Ребятушки, держите нас. Ой, 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 ой. По-моему, сейчас мы здесь настолько застряем в текстурах, ребята, что мы уйдем на дно просто уже. Все. Нет, 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 я не хочу, не хочу, не хочу помыть, я не хочу. Я чувствую, что вот здесь текстурки пытаются меня выдавить из себя, поскольку эта палуба же настроена, да, и в принципе, вот этот NPC, в которого мы играем, он же должен по прямой идти, а камера, по сути дела, она не может как-то хаотично себя вести здесь, поэтому, а учитывая, что лайнер тонет, да, и карма себя ведет немножко не так, как полагается, да, соответственно, меня выталкивает из текстур, это жестоко, я не хочу, ребятушки, оставьте меня здесь, даже прыгнуть не могу, ребятушки, мне кажется, сейчас меня вытолкнет, я просто упаду в воду, опять меня начал трясти, ой, что такое, меня начало от страху трясти, или что, что происходит, ребятушки, я даже не могу пошевелиться, зря я сюда пошел, зря я сюда сунулся, мне кажется, если я сейчас застряну в текстурах, я просто возьму и уйду на дно, вместе с корабликом, даже функция этого, этот, прыгания у меня здесь не работает, что-то мы видим, ребятушки, а, все, постепенно, получается, мы уходим боком, о, все, я более-менее вышел на машину телеграф, так что мы постепенно, вообще какая-то дискоордината возникает, постоянно хочется голову вот так как-то скрутить странная немножко ситуация, конечно, начинаешь понимать, как люди себя чувствовали, скажем, на Титанике том же, да, когда лайнер уходил, немножко не понимали вообще, где вверх, где низ, и может, в принципе, учитывая, что у многих была теория, что лайнер и может не уходил вертикально, а может уходил под откосом где-то 20-25 градусов, да, соответственно, было ощущение, у многих, что как будто лайнер ушел все-таки вертикально, да, на самом деле он не вертикально уходил под воду, ну, все, ребятушки, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, опять та же самая история, надеюсь, сейчас, хотя нет, в принципе, все, и кораблик, забери меня с собой, а нет, не забрал, все, опять мы жестокосердно затопили этот несчастный британик, Между прочим, помните фотографию, которая недавно была опубликована, о том, что когда Британика затонул, от него исходил какой-то дым, пар исходил. Вот примерно вот с этого места. Хотя какая-то нонсенсная история насчет вот этого пара, который испарялся. Что могло бы там гореть? Что за пар могло бы быть? Честно сказать, не знаю. Потому что трубы как бы уже утонули. Вопросы есть, конечно. Может кто-то объяснит, от чего этот пар исходил? Есть какая-то физика, по-моему, кто-то подписывал в группе Титаник Лайнер Легенда. Можете, если что, напишите в комментариях, напомните заодно. Хорошо? Ну, я думаю, ребятушки, на этом уже все. С данной игрой, Британик, хранитель Средиземноморья, мы из нее высосали практически все соки, которые только магний. Опять мой любимый музыкальный инструмент играет на фоне. Будем с вами теперь ждать нашу долгожданную альфа-демо-версию игры Титаник Честь и Слава. Если выход затянется, я думаю, мы еще сможем что-нибудь втихнуть в наше прохождение. Между прочим, в моих планах было прохождение игры Титаник VR. Посмотрим, если совсем уж будет беда с организацией стрима в шлеме VR, тогда мы сделаем прохождение без VR. Но тоже будет, я думаю, довольно интересно. И для вас, и для меня. Ну что ж, ребятушки, было как-то тоже необычно. Я вообще в этот режим ни разу не проходил. Но думаю, еще раз надо будет пройти. Как-нибудь будет свободное время. Ну что ж, ребятушки, всем спасибо. Всем спокойной ночи. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok